Доброе утро, мои хорошие! Спасибо, что заглянули на мой канал. Начинаем с вами очередной новый блог. Я только что проснулась, время 8 часов утра. И пора уже вставать и начинать краситься, а затем снимать для вас мукбанг. Кстати, поменяла вчера постельное белье. Вот время, 8.50. Так приятно спать на новом постельном белье. Это прям какой-то кайф. Не только для меня, но и для Твиксика. Уже убрала теплое одеяло, просто с простыней спала. Я уже все подготовила. Это куриная грудка, сухарики немножко подгорели, правда. Помидорки черри, обычные листья салата. Но лучше, конечно, брать айсберг. И сейчас буду готовить салат Цезарь для мукбанга. Точнее, я все приготовила. Осталось все это соединить вот здесь. Вот такой вот аппетитный салат у меня получился. Бегу снимать для вас новое видео. Обожаю! Просто Цезарь это мой любимый салат. Особенно с курицей. Это просто нечто. Ой, мои хорошие, как же мне надоело эта ситуация. Уже четвертый день подряд я не могу искупаться, потому что у нас испортился комби. И следовательно, у нас нету горячей воды. Идеально. Я, конечно, могу искупаться и с холодной воды. Но мне мама говорит, ты заболеешь. Потом температура, таблетки и все дела. Зачем тебе оно надо? С другой стороны, я думаю, действительно, зачем мне это надо? Мама предлагает сходить искупаться к двоюродному брату, который живет по соседству здесь. Но, к примеру, я сейчас искупалась. А дальше что делать? Этот вопрос как-то надо решать. Что-то с этим надо делать. И это жутко раздражает, если честно. Я не понимаю, как можно жить в доме без удобства. Хотя раньше, когда мы были, наверное, в классе в первом, мы жили в таком доме. К хорошему быстро привыкают, как говорится. В общем, постараюсь в ближайшее время, либо сегодня, либо завтра, уже найти, наконец-то, нормального мастера. И решить этот вопрос. А сейчас очень хочется выпить чай. И начать монтировать видео, которое я уже сняла. А кто-то у нас только рад, что горячей воды нету. И все в ванной процедуры отменяются. Не будем показывать пальцем, кто это. Ну да ладно. Твиксик считает, что и так все прекрасно. Жизнь лафа, зачем тратить деньги на комби. Как же я все это люблю. Это просто обалденно. Кроме хурмы. Вот хурму нас любит мама. А вот что насчет манго? Яблочки сушеные, киви с чаем. Когда я вам говорила, что под нами ресторан, и там постоянно поют, я говорила вам про это. Сегодня у нас пессимистическая мелодия. Там, наверное, какое-то мероприятие. И мы все дома слушаем музыку. Вот даже вы слышите, у меня окна везде закрыты. На такое ощущение, что мелодия играет у меня дома. Но ничего страшного. Придется потерпеть вот такой вот минус у квартиры. Так что, когда вы будете искать себе хату, обращайте внимание, есть ли поблизости какие-то рестораны. И насколько громко они поют. Что для счастья нужно? Клубничка, которой уже, кстати, на прилавках очень мало. Трудно раздобыть. И полно черешни. Мама купила. Прямо сейчас в ванну. Кстати, у нас пришел мастер, починил нам комби. Вот с этим вот, с этой тарелочкой я, наверное, пойду в ванны. Обожаю во время приема теплые ванны, еще что-то кушать. А это тот самый ресторан, который не дает мне покоя. А это клиенты ресторана. Неудобно, конечно. А этот дурачок караулит. Смотрите, что он караулит. Чеснок. Я обожаю чеснок. Готовы его кушать 24 на 7. Если бы не неприятный запах изо рта. Уже время 6. Я хочу выйти на пробежку. Кстати, за кадром сделала здесь порядок. Смотрите, как красиво. У меня два таких ящика с пускальтерами. Все аккуратненько лежит. Сейчас возьму один, переоденусь и уже... Ты чего? Ты чего, дружок? Он обожает здесь сидеть. Очень радость. Я уже в подъезде. Как-то поздновато, если честно, я вышла из дома. Вот такой вот у меня окна. Делаю эти велосипедки. Взяла наушники обязательно. Буду слушать музыку, гулять. И кроссовочки, естественно, чтобы было удобно. И спускаюсь я, кстати, тоже по лестнице. Лишние физические нагрузки не помешают. Поэтому надо двигаться. А то постоянно дома сидячий образ жизни. На основной работе тоже. Не выходя из дома работаю. Поэтому это надо исправлять. Так вам на заметку. Ну все, я уже поднимаюсь наверх. У меня, видимо, вот эта программа как-то заела. Здесь показывает, что всего я проходила 812 шапок. Здравствуйте. Прикиньте, мои соседи. Нет, мои хорошие, оказывается, я ошибалась. Просто у меня в лифте не было интернета. Поэтому показывала неправильно. Оказывается, я проходила 4182 шага. По идее, это не так уж много. Но я уже устала. И я думаю, хватит на сегодня. Сильно перегружать организм тоже не стоит. У меня у мамы андроид. И у нее намного удобнее программа. Здесь немножко как-то запутано. Или мне так кажется. И, в общем, вот мои шаги на сегодня. Время 20.44. А теперь я решила наконец-то принять ванную. Буквально 15 минут назад приходил к нам мастер. И наконец-то починил комби. Окупаюсь я, конечно, не просто так. Притащила себе банан такой переспелый. Кстати, в комментариях писали, что в таком банане больше калориев. Но ничего. Зафиксировала, значит, телефон. И сейчас будем смотреть чей-то мукбанк. Ну и, конечно, по традиции соль для ванны. Как же без этого? Аромат тогда стоит просто обалденный. Еще полезная штука. Я искупалась и прям почувствовала себя человеком, как будто второй раз родилась. Посидела, почитала комментарии. Там было написано, что, оказывается, то, что у меня выросло здесь на глазу, это ячмень. Я загуглила. Оказалось, что действительно все симптомы ячменя соответствуют моим симптомам. Завтра утром спущусь и куплю мазь. Правда, вам не сильно заметно. На камере вообще не заметно. Вот здесь вот. Здесь появился такой кругляшочек, который чешется. И когда я его чешу, это очень больно. Неприятное ощущение. Будем надеяться, что в скором времени избавлюсь от него. Мне лишние проблемы не нужны. Сейчас я уже буду ложиться спать. Спасибо, что были со мной, досмотрели этот влог до конца. Огромное спасибо вам. Заглядывайте почаще на мой канал и не забывайте подписываться. Субтитры сделал DimaTorzok Мне кажется, с объемом конкретный перебор. Я пыталась сделать гофре. Такое ощущение, что Лев сбежал из дома. Мне как-то не очень нравится. И волосы кажутся ужасно короткими. Но ничего, уже придется так с ней снимать муквам. Но на дальнейшее я поняла, что это не лучший способ уложить волосы.